Варшава Варшава Сегодня первый неофициальный день фестиваля Вормап так называемый Все приезжают в лагерь, заселяются, знакомятся, расставляют палатки И начинают потихонечку наполнять свои тела алкоголем и другими субстанциями На маленьких сценах выступают местные рэп-коллективы До хедлайнеров дело, конечно, не доходит И все готовятся к следующему дню Мы же будем жить в отеле, недалеко от фестиваля, в селе Хлемовец Где останавливаемся уже в третий раз Каждый раз, уезжая на территорию Чехии, необходимо покупать виньет И в данном случае нам необходимо было купить вот такую виньетку На 10 дней и за 15 евро в этот раз Сейчас нас остановила полиция Сегодня и в ближайшие несколько дней Они будут останавливать все машины с иностранными номерами Которые едут на хип-хоп-кэмп Полицейские проверяют документы всех пассажиров и водителя Продывают на алкоголь Пытаются найти наркотики Тем самым создают огромные очереди Все дело в том, что в прошлые годы на всей территории фестиваля В открытую продавали наркотики В какой-то степени это делалось вполне легально Больше всего, как мы поняли, проблем создала та ситуация Что местные торговцы наркотиками не поделили какие-то части рынка С приезжими гастролерами Которые делали большие идеи, достаточно деньги И после окончания последнего дня фестиваля Был проведен достаточно большой рейд В ходе которого было задержано много польских граждан С большим количеством денег и наркотиков В этом году, к сожалению, администрация города Решила запретить эту важную часть фестиваля Но посмотрим, как это скажется на общем настрое толпы Мы приехали на фестиваль, получили аккредитацию Вот сдали такой браслет Каждый год сдаем браслеты Теперь мы направляемся в гостиницу И будем думать, как там что дальше организовать Джеки, я люблю пить напиток ко-колу Вот с такой сумасшедшей белки День добрый Еще раз Ну каждый Мы сейчас населились в отель В котором мы останавливаемся уже В какой? В третий раз В третий год Подряд Ну это даже не отель, а только деревенский дом семейный В котором издаются комнаты на втором этаже Но комнаты эти не обычные Они двухэтажные Причем все двухэтажные Замечательная опция Которая позволяет организовать чуть ли не рабочий кабинет На втором этаже Или там еще какие-то вещи делать Я не могу сказать, что в этом году Фестиваль хип-коп кэмп Предлагается особенно большой выбор артистов Но посмотрим, насколько в этот раз Новые артисты нам понравятся Потому что мы некоторых артистов, честно говоря, не знаем даже Мы знаем только старую школу В этот раз она представлена только несколькими именами Камон Ранее известный как Камонсенс Пулджереп Потом Мейнсорс Ро Дига Ну и еще парочку Джедайдам Майн Трикс Мы приехали в самый центр города Градец Кралово И уже как целый час Парковка бесплатная То есть парковка в центре бесплатная с 18 часов Замечательный пример для других городов В принципе, во многих городах так и есть Я не знаю, как сейчас в Москве Расскажите, как сейчас в Москве Я уже все забыл Мы идем сейчас наверх в старый город Займемся сжиганием калорий Итак, мы пришли в самое сердце старого города Градец Кралово Можете наблюдать прекрасные отреставрированные средневековые дома И действительно тут кипела средневековая жизнь Здесь было место встречи торговцев, ремесленников И другой городской знати, а также мещан Старого австро-венгерского города Градец Кралово Продолжаем гулять по городу Градец Кралово Сегодня среда, поэтому в 8 вечера город уже вымер Я даже не знаю, что еще сказать Села батарейка У меня просто села батарейка А у камеры еще не села Мы пришли в ресторан в самом центре Градец Кралово Вы, наверное, сталкивались с ситуацией, когда вы находитесь в незнакомой для вас стране И хотите попробовать что-то особенное, вкусное и из национальной кухни Но, как правило, приходя в первый попавшийся кафе или ресторан, можно очень сильно разочароваться Порция может быть слишком маленькой или слишком большой Или вообще может быть не так хорошо приготовлена, как вам хотелось бы Чтобы избежать такой ситуации, конечно, можно воспользоваться советом друзей или рейтингом TripAdvisor Но по опыту многие люди все равно идут в Макдональдс или в другую сеть фастфуда Как правило, фастфуд забегаловки никогда не подводят, потому что вкус еды примерно одинаковый во всех странах А как поступаете вы в подобной ситуации? Пишите в комментариях Я очень люблю холодненькую водку вечерами, ведь она способствует сжиганию жиров Можно выпить стаканчик водки и закусить лимоном, и тогда у вас пойдет процесс сжигания жира И так, если пить в течение нескольких недель, нужно сжечь 6 килограмм Вот так вот И бак реально водка Теперь можно взбодриться Подошел к концу наш четвертый выпуск Завтра мы отправляемся изучать местные достопримечательности А вечером погрузимся в атмосферу хип-хопа На этом сегодня все Заходите на мой сайт, подписывайтесь на мою группу в социальных сетях И также заходите на мой канал на ютюбе И до новых встреч! С вами был DJ Krypton Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok